НН-радио. Гость в студии. Называлась она «Компьютерный дизайн материалов. Новая научная революция». Артём, приветствую вас в нашей студии. Нам очень приятно, что вы нашли время и для нас. Расскажите о том, что сегодня происходило как раз в университете имени Лобачевского. Ваши впечатления от этой встречи со студентами? Здравствуйте, Алексей. Сегодня была моя лекция. Она была, скорее, научно-популярная, в которой я попытался охватить все наиболее интересные, как мне кажется, для слушателей вопросы, связанные с дизайном новых материалов. Это действительно революционная область, которая позволяет разрабатывать новые материалы для новых технологий в короткое время с надежным результатом, не методом проб и ошибок, как это делалось раньше, а систематично на компьютере. На лекции были и профессора, и студенты. Вообще было удивительно, что в середине июля был битком забит главный зал университета. Были очень интересные вопросы, очень интересное общение после лекции. Вообще, Нижний Новгород, где я нахожусь впервые, произвел на меня очень хорошее впечатление именно своей теплотой. И город такой неторопливый, но в то же время видно, что все люди при деле, работящие, без суеты, но очень правильный город. Что касается студентов, горят ли у них еще глаза? Еще как. Наверное, все равно сложно общаться с ними, потому что они возлагают большие надежды на нашу науку. Но судя по тому, что мы читаем в ваших последних интервью, дела у российской науки идут сейчас все-таки не лучшим образом. Как найти вот этот вот компромисс между общением с ребятами, мотивацией их на работу и все-таки не стараться надеть им розовые очки на глаза? Ну, вы знаете, я на самом деле переехал в Россию уже в декабре, сейчас я живу в России. Вы меня представили как профессора университета штата Нью-Йорка. И это так, я сохранил за собой эту позицию, но сейчас я живу и работаю в России. Я верю в то, что в России сейчас наука восстанавливается. Вот мое впечатление именно такое. Она действительно была в тяжелейшем кризисе после развала Советского Союза. И она в этом кризисе, пожалуй, даже и до сих пор. Но положительный момент сейчас все-таки ведут. Но тенденция положительная, я бы сказал. И я верю в будущее российской науки и вообще в будущее России. И мне было очень интересно в этом будущем участвовать. И поэтому я решил вернуться. У студентов многие горящие глаза. У тех, у кого глаза не горят, вы насильно их не зажжете. Поэтому я работаю только с теми студентами, у которых глаза горят. Когда глаза горят, вы сможете их разжечь еще больше. Если глаза тусклые, пустые, ну, лучше обходить стороной таких студентов. Пусть они там сдадут свои экзамены и найдут себе ту работу, которая им интересна. Вот все-таки сегодняшняя лекция была направлена, как мы уже сказали, на широкий круг слушателей. То есть специальных знаний не нужно было. Фактически это была научно-популярная лекция. Вот вообще, по вашему мнению, почему нужно нести науку в массы? Не только общаться в круге профессионалов, но и, в принципе, со всеми о науке. И простыми словами. Человек тем и отличается от неодушевленных предметов или от животных, что у него есть любознательность. Это один из атрибутов человеческого существа, который надо поддерживать. Если в человеке любознательность, интерес к окружающему миру пропадает, то пропадает у человека жизненная сила. И человек становится, ну, чуть-чуть менее самим собой. Поэтому я считаю, что любознательность нужно подпитывать. И подпитывать прежде всего новыми интересными открытиями, новыми интересными книгами, выступлениями, беседами. В науке сейчас происходит очень много интересного. И это мало кого может оставить равнодушным. Вообще, я считаю, что наука имеет только две причины для своего существования. Первое, что она повышает качество жизни человека, борьба с болезнями, новые технологии, экономический импакт науки. И второе, она зажигает любопытством детские глаза. У меня трое детей, и вы знаете, мало что доставляет такое большое удовольствие, как рассказывать своим детям про разные химические элементы, про разные кристаллы, про разных животных растений, про звезды и планеты. Глядя на то, как горят любопытством их глаза, когда они впервые об этом слышат, смотришь на жизнь немножко по-другому и понимаешь, как она прекрасна. Глядя, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях известный ученый Артем Аганов, с которым мы говорим, конечно же, и о лекции, которую сегодня он прочитал в университете имени Лобачевского. Ну, наверное, о жизни в целом, потому что наука – это и есть жизнь. Давайте поговорим поподробнее о ситуации в российской науке на сегодняшний день. Я, читая научно-популярные журналы, очень редко, если не сказать, что совсем, в последнее время не вижу там российских фамилий. Вижу американские университеты, южнокорейские, немецкие. Почему там нет наших? Мы не проводим перспективных исследований или мы запаздываем? Или просто наше сообщество научно, оно как-то немножко зажато в себе? Ну, в российских научно-популярных журналах статей российских авторов достаточно много, а в мировых действительно не очень много. И причин тому несколько. Первая причина – наши ученые не привыкли публиковаться на английском языке. Вот так, в массе. В большинстве своем они все же ориентируются на внутрироссийское научное сообщество. К тому есть исторические причины, плюс к тому есть у многих сложности с владением английским языком. Но с этим надо как-то, это надо как-то перебарывать. И будущее, конечно, за международным аспектом российской науки, публикация именно в международных журналах. Ну и, во-вторых, российским ученым не свойственна как бы публичность, что ли. У нас часто считается, что… Это черта менталитета? Это черта менталитета, да. Нельзя сказать, она хорошая или плохая. Я думаю, что ученые нужны разные. Нужны ученые, которые такие скромные, что они скромно свои результаты куда-то там кладут, и через 300 лет они оказываются переоткрыты. Наверное, в этом тоже есть какой-то смысл. Но я считаю, что, как говорится в Библии, если у тебя есть светильник, ставь его на видное место, чтобы все видели его свет. Если вы сделали большое открытие, вы должны непременно поделиться с этим открытием с максимальным числом людей. И через публикации в международных журналах, и через лекции, и разного рода выступления, чтобы кто-то мог вашим открытием воспользоваться, чтобы это не ушло в пустоту. Вот, тем не менее, мы очень часто в последнее время слышим о том, что наши военные технологии идут впереди планеты всей, наше вооружение самое лучшее. И это, наверное, тоже показатель, что у нас сейчас все-таки отдается предпочтению больше какой-то милитаризации, чем тем технологиям, которые пригодились бы людям в обыденной жизни, повседневной. Ну, вы знаете, эта тенденция далеко не только наша, и далеко не только сегодняшняя. Военные исследования, например, в тех же США, финансируются куда более щедро, чем невоенные. Это факт жизни, с этим ничего не поделать. Вообще, очень многие научные технологии, научные открытия, они выросли именно из военных исследований. Даже такие, как, казалось бы, мирные исследования, как телескопы для астрофизиков, они вообще-то выросли из военных приложений. Ну, такова жизнь, таков мир, в котором мы живем. Вообще, в истории человечества огромное внимание всегда уделялось военным технологиям. И я это говорю, как убежденный пацифист. И прогресс человеческих технологий в огромной части своей наполовину, если не больше, связан именно с военными технологиями. Так было даже в средние века. Это не сегодняшний тренд. Ну, что-то сказать. Хочется, чтобы на Земле был мир. Если мира нет, то хочется, чтобы было хотя бы устойчивое равновесие. С этой точки зрения, наверное, самый главный вклад в мирную жизнь на Земле внес Курчатов, который создал атомную бомбу в нашей стране, что позволило ей не быть разбомбленной противоположной стороной. Артем, а все-таки не могу не спросить, а животрепещущий, наверное, вопрос для всех наших слушателей, а почему многие наши ученые смотрят на Запад? Почему они так активно рвутся туда, чего им не хватает на Родине? Весь вопрос в деньгах. Ну, во-первых, я такой тенденции сейчас не наблюдаю. Такая тенденция была... По-моему, уже лет 10 назад эта тенденция пошла почти что в ноль. То есть, есть какой-то отток, ну, естественный, он есть во всех странах, есть и приток. Я знаю многих ученых, в том числе я, которые вернулись в Россию. Это не единичный случай, уже есть тенденция. Может быть, она не суперсильная, но она есть, она заметная. Причем много крупных ученых вернулось. Почему люди переезжают в другую страну, если так сформулировать более общего? Ну, конечно, из-за условий жизни и условий работы. Это зарплаты, это финансирование исследований, это стремление к лучшему качеству жизни и к более полной профессиональной реализации. В России сейчас такие возможности появляются. Мне, например, предложили такую возможность, и я сразу же вернулся. Но, к сожалению, такие возможности есть далеко не у всех. И, к сожалению, молодым в России по-прежнему очень трудно реализоваться. Часто для этого им приходится уехать, потом приехать. Но это не только российская проблема, просто в России она стоит немножечко острее. Но люди часто будут возвращаться, потому что дом есть дом. Артем, время нас, к сожалению, поджимает, но я не могу не задать еще один вопрос. Как мы вас представляли вначале, вы профессор университета штата Нью-Йорк, то есть имеете непосредственное отношение к Америке, к американскому научному сообществу, сейчас работаете в России и проживаете. Не повлияло ли на вашу жизнь вот это вот охлаждение между Россией и Америкой на международной арене? Или все-таки научное сообщество, оно аполитизировано совсем? Научное сообщество более-менее аполитизировано. Ну, разумеется, иногда на конференциях могут заходить разговоры о политике, кто-то там скажет что-то за или против того или иного политика, или того или иного события. Но в целом научное сообщество аполитично, и это прекрасно. Мне кажется, что хорошо, когда люди держатся стороной политики. Вы знаете, я вообще не хожу ни на какие демонстрации, ни за, ни против кого-либо. У меня есть свои какие-то взгляды, они такие, потому что к ним я пришел на основе своего жизненного опыта. Я никому их не навязываю, я совершенно терпимо отношусь к другим людям. В толпу я не играю, мои взгляды это мои, в клубы по интересам я не играю, демонстрации это не для меня. Недавно был случай, когда здесь у вас в Нижнем Новгороде произошло, по-моему, не очень хорошее событие. Моего хорошего знакомого, Кендрика Уайта, который был, американец, который был проректором по инновациям Нижегородского университета, после пропагандистской передачи Киселева его уволили. Я лично писал письмо в министерство. Ни на какие демонстрации я не ходил. Я писал в министерство, я делал то, что мог, говорил с разного рода людьми, чтобы как-то ему помочь. Может быть, была и моя лепта в том, что его фактически восстановили в должности. Артем, подводя итог нашей беседе, к сожалению, время, опять же, повторяюсь, нас очень поджимает. Можно сказать, что все-таки вера в российскую науку есть, и эта вера не слепая, она основывается все-таки на тех данных, которые мы имеем сейчас, и они имеют положительную тенденцию. Конечно, слепая вера – это путь к проблемам. Слепая вера может подвести. Вера должна основываться на чем-то. Моя вера в то, что у России, у российской науки есть огромный потенциал, и он будет реализован, основывается, конечно, на моем опыте, на том, что я вижу вокруг себя. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях был Артем Аганов, известный ученый, профессор университета Нью-Йорка, сейчас работает Артем в России. Сегодня поговорили с ним, и, конечно же, и о той лекции, которую он прочитал в университете имени Лобачевского, ну и о науке российской в целом, и мировой в том числе. Артем, большое спасибо вам. Будем надеяться, что никакие барьеры развитию науки в наше время не помешают, и что российская наука, конечно же, будет давать нам больше поводов для радости. Вам же удачи в вашей работе и новых открытий. Спасибо. Вы слушаете ННРадио. Прямо сейчас информация о здоровье города для всех жителей Нижнего Новгорода.